Дворец культуры города Черкеска собрал сельхоз товаропроизводителей и фермеров со всей республики. Тем обсуждения касали все сферы деятельности аграриев. От реализации на территории региона государственных программ до решения сложности при составлении документов и получения господдержки, а также отчетности в надзорные органы. Сегодня мы решили коснуться по отраслям именно какие у нас изменения будут в следующем году постановления, какие требования будут, какие программы будут, чтобы наши фермеры, наши сельхозпроизводители могли уже подготовленно, осмысленно подойти к следующему новому году и понимать какие у них возможности, какие права. Мы хотим всех предупредить, всех попросить, чтобы вовремя сдали отчеты. Если какие-то есть недочеты, чтобы они их справили, мы всегда идем навстречу. У нас есть конституционный пункт, у нас есть юристы, которые всегда с удовольствием ответят. В ходе встречи обсудили предварительные итоги развития агропромышленного комплекса, текущего года и планы на следующий. Стороны затронули вопросы развития сельхозкооперации, субсидирования, а также рассмотрели меры государственной поддержки, предусмотренные по каждому из направлений деятельности аграриев региона. Грантовая поддержка – это эффективная мера поддержки, поэтому она обязательно сохранится. Также сохранится поддержка кооперации. Но если мы говорим о кооперации, то у нас и по нацпроектам идет поддержка кооперации, и по приоритетным направлениям в республике тоже идет кооперация. У них свои индикаторы, и будет проходить субсидирование и по рамках национальных проектов, и рамках поддержки кооперации. На совещании также обсудили вопросы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Присутствующие представители банков рассказали обо всех привилегиях, которые представлены в банковских продуктах для фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования агрария в поставке не выше 5% годовых позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки. Лишь за текущий период на развитие отрасли получено кредитов на сумму 2,5 миллиарда рублей. Стараемся очень плотно работать, индивидуально рассматриваем фактически все заявки, стараемся сотрудничать с банками. Сами понимаем, что финсостояние и платежеспособность зависит от того, как они год свой оканчивают, чтобы они были готовы ко всем новшествам и изменениям, чтобы врасплох не застать их на будущий период. Подобные встречи помогают власти лучше понять чаяния современных аграриев, а также обменяться мнениями по самым актуальным вопросам. Ренат Ибрагимов, Олег Молхожев, Архиз 24.